это было 7 апреля самого утра обычный прием потом был звонок в регистратуру о том что есть такая спросили если такая доктор когда узнали что есть сказали что такой доктор больше работать здесь не будет стали угрожать что приедут с органами и мне не придется там больше работать что якобы я распространила такой пост о том что ненавижу всех и никого не прощу я не придала этому значения и буквально минут через три наверно 40 позвонил директор вызвал к себе вот и буквально там в течение вот 5 минут 5 минутный разговор и я была уволена директор сказал что врач вне политики не имеет права ни на какие эмоции собственные мнения высказывания чувства и так далее пыталась объяснить что все это связано с моим сыном и вообще со всем что происходит эмоционально это была эмоциональная реакция естественно ввиду переживания это были мои личные переживания на что директор сказал что его это не интересует доктор такой как я с такими морально этическими качествами кого который может кого-то ненавидит ненавидеть работать здесь больше не будет и он не хочет чтобы я работала в этом центре больше пациенты звонят до сих пор и утром и вечером и днем и пишут все в шоке пациенты все возмущены возмущены с одной стороны ситуации которая происходит с докторами которых увольняют из-за каких-то собственных мнений суждений из-за просто выражения гражданской позиции но многие очень расстроились и плакали многие вообще не знают куда броситься сейчас что делать просит сообщить где куда можно обратиться и где меня можно найти в общем шквал звонков и писем до сих пор идет я высказала то что я думаю то есть то что я чувствовала то что я думала но я думаю что люди многие это чувствуют вот и любители ненавидеть каждый имеет право правда кого считает нужным вот и к делу это вообще никак не относится до слов и структуры обиделись на мой эмоциональный комментарий вот восприняли на свой счет очень серьезно ну ну значит раз их это не знаю и раз это их это всколыхнуло их это обидело значит они наверное где-то понимают что возможно где-то и есть не знаю причина для того чтобы для того чтобы это чувствовать не приветствовалось выражение какой-то гражданской позиции на работе конечно но ее никто особо не приветствовал не выражал то есть но у нас был мы носили бейджики в поддержку артема сорокина конечно да мы пытались то есть мы вышли из профсоюза официального вот нас пытались уговорить обратно в него войти мы сказали что это наше решение естественно передумать мы не передумаем когда вот будет что-то новое вот мы в него с удовольствием войдем вот потому что тогда начали задержание медиков да вот сутки аресты естественно нас возмутило то что профсоюз не поддержал ни разу не защитил не встал на защиту из лады был звонок на следующий день 8 апреля попросили приехать просто ну раз на разговор уточнили как я работаю в рнпц мать и дитя я сказал что я уже больше не работаю они кстати были удивлены что меня уже уволили то есть они не знали об этом когда я приехала туда было сказано что директора вызвали по моему поводу в минздрав и было сказано конкретно уволить меня баранову без объяснения причин самому директору и директор отдал такой приказ и был выполнен мне пришлось правда объяснять что случилось почему и что и как вот тоже все там были удивлены и ошарашены но тем не менее конечно попросили написать заявление меня могут не знаю меня могут выдавить из медицины в беларуси да то есть я не могу наверное не найти возможности устроиться доктором здесь попытаюсь это сделать не знаю как это будет но если у меня другого выхода не будет придется искать работу где-то в другом месте но к сожалению это такое вот выдавливание наверное из медицины это очень сильно очень сильно повлияло вот не знаю после 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 этой ночи после всего виденного ну не знаю жить как раньше вообще все это забыть это невозможно это очень психологически эмоционально тяжело ну все доктора видит разные да и всякие тяжелые ситуации но вот это не знаю то что мы видели то что рассказывали ребята как некоторых пытали электрошокером вот били дубинками ну просто издевались над ними проводили через строй держали на коленях на бетонном полу вот и избивали дубинками уже рассказывала выбивали кресты на спинах вот у них были синие спины но я таких гематом в жизни не видела и задержали всех мужчин которые там были вот ну я пыталась тоже за за сыном пойти правда вот пытались жестко обойтись со мной уложить на асфальт заломать руки шею ну я сказал правда я доктор вот оставьте меня то есть не делайте этого вот но меня отпустили сына забрали и забрали днем это было три часа дня и до шести утра следующего дня я не знала где он находится друг там начался вообще обрушился на меня шквал такое негодование было в первый же вечер когда меня уволили около 70 посетителей вот было пару писем со словами поддержки от моих пациентов я по фамилии узнала остальные все были со словами что ну что теперь тебе место в польше теперь тебе место с вилами в хлеву но вот теперь ты да теперь тебя не допустит никому не к детям не к взрослым радуйся застрелись дура вот такие были выражения но народ который поддерживает сейчас такая мощная мощная волна любви она конечно дает очень очень так и усиляет веру надежду что все будет хорошо и благодаря кстати людям которые меня поддерживают мне в общем и не страшно потому что все говорят не бойтесь не бойся